Журналист нашего телеканала Асхат Ниязов продолжает следить за тем, что происходит сейчас в столичном мегаполисе. За несколько часов он объехал многие крупные торговые площадки Нур-Султаны и оценил ситуацию. И прямо сейчас, как мне говорит режиссер, Асхат уже готов выйти в прямой эфир. Я приветствую Асхат. Тебя расскажи, пожалуйста, чем сейчас живет город, какова обстановка. Да, спасибо. Как уже было сказано, мы сегодня весь день ездим по столице. И если честно сказать, то как будто обычный день ходит общественный транспорт, ездят автомобили. То есть ничего такого особенного мы не заметили, кроме, конечно, того, что очень много по городу полицейских, военных и военной техники. Вот, например, сейчас мы находимся у здания столичного Акимата, где проходят, я бы так сказал, сборочно-разборочные работы. Сейчас объясню, почему я так говорю. Вот за моей спиной сейчас оператора попрошу показать. Солдаты Национальной гвардии собирают забор. Отмечу, уже второй забор. Есть еще внутренний забор. Вот они сейчас дособирают внешний забор. А тут же на этой площади, если сейчас опять же позволит показать оператор, на этой же площади перед Акиматом разбирают елку новогоднюю. То есть вот такие вот работы здесь проводятся. Мы сегодня уже много поездили по городу. Сейчас попрошу наших режиссеров включить картинку, которую мы наснимали. Мы уже были во многих местах, где могут собираться люди, но никаких-то больших скоплений людей мы не видели. Вот по картинке сейчас видно, что охраняют главную административное здание столицы – это Акурду. Ну и также, конечно, мы заехали в магазины, потому что по слухам было такое, что не хватает продуктов в магазинах. Мы заехали в один из самых крупных и популярных супермаркетов и посмотрели, что на полках продуктов хватает. То есть нет такого, что не хватает продуктов. Но при этом отмечу, что есть очереди. Все кассы были забиты, были большие очереди. То есть есть некий ажиотаж, люди покупают продукты, покупают впрок. Мы посмотрели это, убедились, но нехватки или дефицита продукта мы не видели. Также отмечу, что согласно режиму ЧП есть ограничения по продаже алкогольной продукции. И вот как раз-таки в этом большом, одним из самых крупных супермаркетов столицы, там виноводочный отдел, отдел алкогольной продукции, они были закрыты. Свернемся к тому месту, где мы находимся. Здесь тоже скоплений людей мы не замечаем, разве что военных и полицейских. Хочу отметить, мы вчера тоже ездили по столице. Вот этот вот участок улицы Бибетшилык, он был перекрыт. Здесь нельзя было проехать обычным автомобилем. Но сейчас, как вы видите, машины ездят, и этот участок открыли. Мы, конечно же, будем дальше продолжать ездить по столице, смотреть, будут ли какие-то изменения. Но пока вот то, что мы видели, это вот вы видите сейчас на своих экранах. Продолжают у нас проблемы, продолжаются проблемы с интернетом. Наверное, чуть меньше автомобилей по городу, нежели в обычный день мы наблюдаем. Но это, наверное, связано с тем, что многие люди не вышли на работу из-за отсутствия интернета. Вот. Если есть какие-то, Лаура, у тебя, может быть, дополнительные вопросы? Вроде я все рассказал, то, что мы увидели в столице. Пока добавить мне, судя по тому, что я тоже увидела на картинке, нечего. Но надеюсь, что вот такая вот спокойная обстановка, которую вы сейчас наблюдаете, Асхат, нашей столицы, будет продолжаться. Поскольку многие звонят и спрашивают меня даже, вот ввиду отсутствия связи, что у вас в столице. Вот мы, собственно, и увидели. Спасибо, Асхат. Асхат.